Мои походные камеры. Одна снимает сейчас, две в запасе. Я их как раз выставлю для того, чтобы все заснять. Здесь у меня маленькие три ножки, то есть вот мой чемодан. Походный чемодан, раньше здесь компьютер был, сейчас здесь планшет. Вот такая вот штучка. Три ножка. Закрываем. Сейчас. Как вы видите, я уже себя снимаю с треноги. Обычно я сажусь вот так. Мне так удобнее сидеть. Люблю посмотреть, что тут. Запресса. Мужчинка, я любознательный. Итак, путешествие мое в Екатеринбург началось. Заодно я смотрю, вот как материал располагается. Это тоже очень полезно. Какие рисунки, иллюстрации, как текст, описание идет. Вот, все это интересно. 180 лет просуществовало первое деревянное здание Свято-Троицкого собора в Псковском Кремле. Главная достопримечательность монастыря – комплекс пещер, где покоятся мощи святых. Вот сюда желательно наведаться, посмотреть. Кострума. Как-то я туда не доезжал. Кижи, онежские озера, время цыган. Цыганщина в рок-музыке вообще-то явление далеко не новое. На пике популярности она была в начале нашего века. Обычно есть статья о лечении, разные новинки. Ну что, интересный журнал. Важно захватить внимание читателя, чтобы он не обязательно читал. Как вы видите, мало текста, в основном картинки, картинки, картинки цепляют взгляд. И вы знаете, вот иногда смотрю и кое-что я себе беру на заметку. Вот сейчас мне понравилась вот эта картиночка такая, чайные реформаторы. И я ее куда-нибудь использую. То есть я набираю из банки различных картиночек, которые потом буду использовать. А заодно даже, вот смотрите, 2700 год до нашей эры. Шэнь-ну, мифическому покровителю земледелия и медицины, приписывают и открытие целебных свойств чая. Вот оно какое-то. Далее, 700-800 годы нашей эры, Лу Юй, китайский поэт и представитель времен династии, там создал чайный канон, первый трактат о чае. Как-нибудь воспользуемся. 1638 год. Царь Михаил Федорович. Вот оно. История чая в России началась, когда царь попробовал напиток из листьев, привезенных ему подарок русским послом от монгольского Алтын-хана. То есть не с этого, не с Иван-чая, а вот что-то тут. Или это то, что было после Иван-чая. Наконец-таки, 1840 год. Герцогиня Бетфорд. Вот она какая красавица. Чтобы не слабеть от голода в ожидании ужина, форелина королевы Виктории созвала подруг на чай с легкими закусками. Так родился 5 о'клок, 5-часовое чаепитие. Ну, если с легкими закусками можно так накушаться, что? И ужинать не надо. Чай Масала, Индия. Осамский чай с молоком и сахаром приправляют согревающими индийскими пряностями. Чай по-турецки. Турция. Для заварки применяют двойной чайник. В нижнем кипит вода, в верхнем настаивается крепкий чай. Магрибский чай. Марокко. В одном чайнике заваривают зеленый чай, в другом мяту. Во время чаепития их смешивают по вкусу. Бабл-ти. Тайвань. Освежающий чай готовят с фруктурным сиропом или молоком и шариками из крахмалистой муки тапиоки. Ага, вместо чая, вот смотрите, тут интересная вещь. Пиван-чай. Отвар листьев кипрея, как еще называют это растение, обладает целебными свойствами. Как мы это разберем его? Далее. Матэ. Тонизирующий напиток из листьев парагавайского подоба. Подуба заваривают в сосудах из тыквы-горлянки. Ройбос. Чай из листьев и побегов кустарников. Аспалатуса линейного растущего юаль богат витаминами. Вот так-то. Российское могущество прирастать будет Сибирью. Вот как раз я туда и еду. Блогерство становится весьма и весьма популярным. Вот в этом журнале. Кухня блогера. Органик Китхен представляет новую коллаборацию с российскими блогерами. Лайфстайл блогер Алина Крейда придумала увлажняющую клитерную маску для лица Glam Girl. Журналистка и писательница Алина Хулина создала антивозрастной уход для кожи вокруг глаз с насыщенной текстурой супер-эйдж. Первый в стране мужчина бьюти-блогер Сергей Остриков предложил матирующий крем для жирной и комбинированной кожи Ультра Крем. Вот они. Люди выходят в люди. Блоги выходят в люди. Люди уходят в блоги. Люди пишут рассказы. Все хотят самореализации и процветания. Вот такие-то дела. Поэтому. Копытом надо бить. Землю надо рыть. Если хотите что-то иметь. Так. На всякий случай. Между нами. Говоря. Так ознакомился. Ну. Жду. Ужина. Ну что. Достаём свой любимый планшет. Опять садимся. В удобную позу. Чувствуются старые корни. Ооо. Тут сразу же. Ооо. Тут сразу же. Термина. Термина. Паката. Термина. 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 Продолжение следует... 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 Ну вот, Домодедово цель нашей Сежуара Экспрессы Жду отправления Домодедово цель Бережье Продолжение следует... 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 Девушки отдыхают В аэропорт Ну что, я уже прилетел Восток В аэропорту ещё или уже вышли? Я вышел из аэропорта Заролка, мне минуток 5 ещё Заролка, только внутри было побыть внутри да я тут постою на свежаке мне уже надоело так что вы где стал бы эти красные стоят эта линия вот это вот такие толстые хорошо хорошо жду что место аэропорт кольцова кольцо отлично погода минус 8 снежок хорошо дышится очень-очень-очень а и 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok